Анатолий Виссарман Анатолий Виссарман Анатолий Виссарман Анатолий Виссарман Многочасовые догонялки и скакалки в детстве, дальние походы и поездки в молодости и, наконец, тихие размеренные прогулки в старости. Человеку свойственно двигаться всю его жизнь. Но на пути немало преград, которые могут обездвижить вас в один миг. Некроз кости – одна из них. По статистике, это коварное заболевание диагностируют на очень поздних стадиях. И единственный способ поставить пациента на ноги – операция. Как правило, очень сложная и для хирурга, и для самого пациента. Ученые КФУ совместно с врачами РКБ нашли способ, как упростить подобные операции и в то же время повысить их эффективность. Лечение заключается в рассекании кости и ротации пораженного участка с целью выведения из-под нагрузки пораженной области. Соответственно, актуальная задача возникает с точки зрения механики – это в допустимости угла ротации. То есть, насколько можем поворачивать, чтобы нам не сделать хуже пациенту. И помимо этого, занимались разработкой вот этого датчика, который позволяет при проведении оперативного вмешательства нам контролировать и оценивать угол ротации, который происходит. В активе молодых ученых-механиков КФУ также сотрудничество с Федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Специально для центра на кафедре теоретической механики разработали модель тотального протезирования тазобедренных суставов. Перед учеными стояла задача рассчитать варианты протезирования и вычислить допустимую нагрузку на замененный сустав. Мы экспериментально исследовали, при какой степени дисплазии, то есть при каком проценте открытой свободной поверхности у эндопротеза. И при каком весе, при каких внешних нагрузках, все-таки в первую очередь это вес пациента, мы можем использовать первый простой вариант, когда просто чашка устанавливается в натяг. Второй момент, когда нам необходима все-таки дополнительная фиксация винтом. Ну и третья задача, соответственно, когда нас первые два случая не спасает, и мы уже вынуждены делать какую-то остеопластику. Кроме совместных проектов с практиками, ученые кафедры механики активно сотрудничают с Институтом фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального. В настоящий момент в разработке группы находится проект, посвященный зависимости структуры и свойств костной ткани от различных внешних факторов. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюс. В наше время бурно развиваются науки о знании и информации. Википедия содержит статьи о когнитивной лингвистике, психологии, терапии, но не о когнитивной социологии. Между тем, необходимость когнитивного анализа в обществоведении представляется исключительно актуальной. С лекцией на эту тему перед студентами Казанского университета выступил профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Вячеслав Широнин. Еще до начала открытой лекции Вячеслава Широнина для гостей Санкт-Петербургского государственного экономического университета провели экскурсию в отделе рукописи и редких книг КФУ. Для экономиста представляли особый интерес древние нотариальные акты, карты мира и первые издания Библии. Сама лекция была посвящена когнитивному анализу в обществоведении. Его суть в том, что есть два способа переработки информации – подобной человеческим языкам и подобной нейронной структуре мозга. Использование такого рода метафор позволило ученому по-новому взглянуть на экономику и общество в целом. В двух словах результат такой, что наша общественная система больше похожа на нейронные сети, а западная больше похожа на язык. И из-за этого много проблем возникает. К примеру, профессор обратил внимание на разное восприятие религии в западном христианстве и русском православии. Давно замечено, что католицизму свойственен механический и юридический подход. О православной культуре характерно ощущение человеком себя как внутренне полностью свободного и состоящего в онлайновой связи с Богом и окружающим миром. Кстати, именно в разобщности культур и людей в целом Вячеслав Широнин видит причину современного экономического кризиса. И в общем, это большая проблема, потому что еще люди в такой ситуации жить не научились. Тут дело не в том, что кто-то не хочет что-то менять или кто-то против, а главное, что еще люди не придумали, как это делать. Диана Вакен, Руслан Урозаев, Неверньюс. А теперь свежачок из всемирной паутины нашей традиционной рубрики Веб-Ньюс. С 15 мая в набережных Челнах стартует акция «Чистый воздух». Общественный транспорт, а также предприятия, использующие различные транспортные средства, будут проверены экологами на соответствие выхлопных газов экологическим нормам. Остальные автомобили будут проверяться на постах ГИБДД. Студенты и сотрудники КФУ стали обладателями стипендий благотворительного фонда Владимира Потанина. Среди победителей 15 магистрантов и 3 преподавателя. В Татарстане раскрыли кражу двух тонн семян люцерны. Полицейским потребовалось два дня, чтобы найти преступников. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы. В Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ проходят тренинги по развитию управленческих навыков, руководящих кадров Татарстана. В тренингах участвуют заместители руководителей министерств и ведомств республики. Сквер на площади Тысячелетия у стен Кремля официально назван в честь известного благотворителя Асгата Галимзианова. Присвоить скверу имя Асгата Галимзианова предложили казанцы. Театр Камала отправляется на гастроли в Санкт-Петербург. Всего в гастролях принимают участие свыше 100 камаловцев – артистов, представителей административного и технического состава. В Казани составили карту улиц, где чаще всего случаются аварии. Самые аварийные участки находятся на перекрестке улиц Волгоградской и Декабристов, проспекта Амирхана и улицы Сибгата Хакима, проспекта Победы и улицы Сахарова. Казанский федеральный университет и Американский университет Радгерса вошли в число наиболее компетентных участников конкурсной программы партнерства университетов, финансируемых фондом Евразия, и получили грант на развитие совместного научного проекта. Отмечается рост интереса иностранцев к обучению в России. Казанский федеральный университет является одним из перспективных вузов, в котором предоставлено больше всего квотов для иностранцев. Приятно осознавать, что мы живем в веке развития технологий, инноваций, медицины и так далее. О самом интересном и важном рассказали студентам-медикам КФУ. Подробнее узнаешь в следующем сюжете. Не секрет, что в Казань, в частности в КФУ, с визитом приехала делегация из научного совета фонда Сколково. В рамках визита в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ состоялась открытая лекция профессора Университета Южной Калифорнии в городе Лос-Анджелес США Владимира Зельмана. Тема его лекции «От медицинской генетики до геномной медицины глазами очевидца». Я сегодня буду говорить о двух самых крупных биологических проектах последних 50 лет. Это «Геном человека» и так называемая «Нюросайенс», «Наука о мозге». Я был неким свидетелем, активным свидетелем этих двух проектов, живя в Лос-Анджелесе, в университете, в котором это все было частью этих проектов. Прослушать лекцию американского ученого мог любой желающий, начиная от студентов и заканчивая уже опытными врачами. Подобные лекции с учеными из научного фонда Сколково проводятся еще в нескольких институтах КФУ по разным направлениям. И нужно признать, что эти лекции очень популярны среди студентов. Адиля Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Гавдула Тукай. О его творчестве можно говорить бесконечно. Совсем скоро одному из известнейших казанских поэтов исполнится 130 лет. И Казанский университет стал одним из первых, кто открывает подобное мероприятие, приуроченное к этой дате. Интересные подробности с торжественной церемонией открытия выставки о творчестве и жизни Тукай. Смотри далее. 5 апреля в Казанском федеральном распахнула свои двери выставка, посвященная 130-летию татарского поэта Габдула Тукай. Торжественно открыли выставку директор музея истории КФУ и первый проректор Казанского университета. А также перед зрителями выступил казанский музыкант Марат Ахметов, который исполнил известные композиции, написанные по мотивам татарского поэта. А поклонницы творчества Габдула Тукай зачитали известнейшие стихи на русском и татарском языках. На выставке представлены его работы, портреты и личные вещи поэта. И достать сотрудникам музея их было нелегко. Сложные рукописи, книги, возможно, самые редкие экземпляры, связанные с жизнью и творчеством поэта, предоставила музею университетская библиотека имени Лобачевского. Работать выставка будет в течение всего месяца. Конечно же, наша республика, особенно Казань, которая так чтит и память своего героя, национального поэта, конечно же, отмечает не только, естественно, и в день рождения его проводятся различные мероприятия. Ну а мы чуть-чуть пораньше тоже открываем эту выставку для того, чтобы наши студенты с ней познакомились, всех тех, кто чтит память Габдулы Тукай. Всем известный гений, политический консультант Анатолий Вассерман посетил Казань. Вместе со студентами КАФУ он принял участие в игре «Что, где, когда». Свои вопросы ему задала наша корреспондент Анастасия Иванова. Мозговой штурм и напряжение царили в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Студенты здесь следуют правило, чтобы стать сильнее, нужно соревноваться с более сильным противником. Так, в игре «Что, где, когда» они сразились с самим Анатолием Вассерманом. Известный победитель интеллектуальных игр прибыл в Казань, чтобы пообщаться с молодежью Татарстана. Турниры можно проводить только там, где много энтузиастов, активно и с удовольствием не только участвующих в турнирах, но и занимающихся их организацией. Так что, очевидно, положение дел с интеллектуальными играми в Татарстане вполне благополучно. Анатолий Вассерман получил всеобщую популярность в интеллектуальных играх «Что, где, когда», «Брейнринг» и «Своя игра». Помимо этого, он принимает активное участие в различных ток-шоу, пишет книги и занимается политической журналистикой. Несмотря на свою популярность и занятость, Вассерман всегда находит время пообщаться с молодыми талантами. Нам повезло, потому что Анатолий Александрович сам выразил желание пообщаться со студентами, именно через игровой формат, через общение в игре «Что, где, когда». Нам пришло письмо буквально неделю назад, и за этот короткий срок мы смогли организовать такое масштабное мероприятие. Более 150 студентов, приглашенные гости из Государственной Думы Российской Федерации. Встреча с интеллектуалом была интересна не только студентам республики, но и государственным деятелям. Любители игры «Что, где, когда» нашлись и среди депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Сейчас второй тур идет. Интересно. И он мне прокомментировал вопросы. То есть ему нравятся, какие вопросы наши ребята, организаторы подготовили, и вот как они их ставят. Ну, то есть очень грамотно, очень интересно. Необычно. Я поэтому только два угадал, видимо. После игры Анатолий Вассерман раздавал автограф и фотографировался со студентами. Затем охотно согласился посетить студию студенческого канала «Универс. Смотри» и даже сняться в программе «Экономикс». Наша съемочная группа пообщалась с интеллектуалом, и оказалось, что не на все вопросы сам Вассерман может дать ответы. Что для вас является красивым? Вы знаете, я даже не могу на этот вопрос ответить. Хотя мы успели удивиться такому ответу, не прошло и доли секунд, как признанный гений рассказал нам о работах Чернышевского и Ефремова на тему эстетики и биологической красоты. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Руслан Ирозаев, Универньюз. На сегодня у меня все. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова